Всем привет! Так как быдломаться никак не унимается, в очередной раз хочу поблагодарить благодетелей за те прибыли, что грибу лопатой. На Канарах я уже побывал пару месяцев, вот закажу днями чартер за пару баксов на Мальдивы и гульну месяц-другой за остальные 5 долларов. А то на мою несуществующую пенсию даже в магазин не сходишь. На создание трех роликов потратил более недели, на этот несколько дней. Вот начислят за него полдоллара и пора на заслуженный отдых. Правда, чтобы у ютуба такие бешеные бабки снять, потребуется в таком темпе полтора года накапливать. Лишний раз напомню, что ничего не продаю, ничего не рекламирую, донатов не прошу, даже отказываюсь. Никому ничего не должен и ничем не обязан, недовольные просто сгиньте в тумане. Для того, чтобы вы имели общее представление о данной теме, следует просмотреть мои предыдущие выпуски. Особенно свяжите себе память по моим экспериментам по статическому электричеству. Ссылки в описании. Продолжаем сегодня раскрывать тайны и разоблачаем мошенников. Вот заодно хочу сказать, ну вот и микроскоп, наверное, знают многие, аж на 1600 якобы. Вот я его переработал, переделал и сделал из него электронный микроскоп. Теперь он увеличивает на миллионы, причем 3D. Как результат, вот распечатал на 3D принтере молекулы, такие как они на самом деле показываются в электронном микроскопе, свое собственное изготовление. Ну вот до такой величины. Конечно, если увеличивать частицы, так же как и молекулы, атомы, то у нас получится, что вот этот шар будет где-то с 20-30 этажный дом. Сами понимаете, ну не поместится у меня 20-30 этажный, поэтому я вот уже не брал от боулинга шар, взял такой. Так вот, что у нас тут происходит. Представим себе, вот у нас металлы. Вот я взял припой различный, самый различный. Это вот сплав Розе, это легкоплавкий припой с Китая. Вот этот серебряный, это тугоплавкий, это самый настоящий обычный свинцово-оловянный припой. Вот, тоже серебряный, он потверже будет, но тем не менее. Вот сейчас, чем отличается от жидкости? Тем же он твердый. А теперь... Вот это ванна с припоем. Как видите, тот же самый припой, только в жидком состоянии. Разница, ну где-то градуса 150-200. Сами можете посмотреть, все по-серьезному. К сожалению, бликуют. Ну вот, видим, что это припой. Можем температуру замерить. Вот где-то 160-170. 180. Тут очень неравномерно все идет, потому что это нагревательный элемент тут, припой тут. Ну, сами понимаете, это неважно. Факт то, что сейчас оно находится в жидком состоянии. И что я хочу сказать. Вот у нас твердый этот припой. Он имеет, по заверению наших научных деятелей, кристаллическую решетку. Так как металл. У него своя какая-то кристаллическая система внутренняя, которая удерживает его в твердом состоянии. Хоть и несколько мягком. Но когда мы его сюда погружаем, ну, я не буду это делать, так как жидкости хватает, то он станет жидким. И, если мы, например, 1 сантиметр кубический твердого припоя, закинем сюда, здесь станет 1 сантиметр кубический жидкого. Разница будет. Там говорят про кито-тепловые расширения, все остальное прочее. Если вы узнаете про тепловые расширения, то, например, вот этот припой, он где-то расширяется. Вот если взять его, когда он уже из твердого стал жидким, и дальше вот его можно там до 300-400, ну, он кипеть начнет, доводить температуры, то он где-то расширится, ну, на десятую долю процента, может, или сотую. Там надо смотреть внимательно, потому что разные металлы по-разному себя ведут. Состояние твердое. Находятся какие-то там молекулы, атомы, в связанном состоянии, твердом. Здесь тот же самый объем, тот же самый металл, но находящийся в жидком состоянии. Объем тот же самый, но он находится в жидком состоянии. Пока я это уберу, от греха подальше. Возьмем что-то более безопасное. Это у нас лед. Замерим. Минус 12, 15, в общем, минус 10-15 градусов. Факт то, что это лед. И сейчас он тоже в твердом состоянии находится. И здесь тоже кристаллическая решетка. Это кристалл. Сами видите. Вода при нуле Цельсия, опять 273 Кельвина, превращается в лед. И наоборот. Что нам рассказывает типа Вроуна, Пирена, Эйнштейна. Эйнштейн тоже здесь замарался. Я уже говорил в прошлый раз. Так вот, лед имеет твердое состояние. Хотя, при более высокой температуре он становится водой, жидкой. И вот я взял, увеличил эти молекулы или атомы, что там есть такое, до сантиметров, примерно, в диаметре. И получил такую же кристаллическую решетку. Как видите, вот та же кристаллическая решетка. То есть, будем считать, что это кристаллическая структура в твердом состоянии. Теперь, нагревая от минуса к плюсу при нуле или все-таки 273 градуса Кельвина, мы начинаем замечать, что эта кристаллическая решетка теряет свои свойства, разрывается внутри себя и становится вот такой вот жидкообразной. но в чем дело? Она была твердой, стала жидкой, объем и не изменился. То, что вам говорят, там какие-то есть изменения объема, это все тысячные процента. А при переходе к одного к другому состоянию, из твердого жидкая, мало того, что лед сам по себе расширяется шире, чем вода, и сами знаете, может трубы разорвать металлические, если внутри будет замерзнуть. Это мало ли того. Так еще, при температуре от одного до четырех градусов, вода, находясь, вот она растаяла, и начинаем ее нагревать. И вот вода, нагреваясь от одного до четырех градусов, она еще больше сжимается. То есть, теория о том, что при нагревании некие там молекулы, атомы начинают беситься, разрываются в своем действии, и начинает себя свободно достаточно чувствовать, и мотаться туда-сюда, то есть, выполнять какие-то хаотические движения. Как может какая-то молекула или целое сборище молекул совершать хаотические движения, если они только что были вот такой вот кристаллической решетки, замкнутой, и также остались точно так же плотно друг с другом. Может, они в кристаллической решетке были не в решетке, а в каком-то вытянутом состоянии, с каким-то расстоянием друг от друга. Нет. Как настоящие электронные микроскопы, которые сейчас уже есть, показывают, что там кристаллическая структура плотника, какие-то типа шарики вместе с собой плотника, плотника расположены. И это не точно или точно? Когда мы это все расплавляем и получаем жидкость, не меняя объема, откуда там может между ними образовываться расстояние дополнительное? Они по объему остались абсолютно одинаковые. И теперь, как нам утверждают сторонники бронусского движения, тот же самый Эйнштейн, и как нам показывают физики уже более ста лет, вот этим прибором, что я вам показывал, вот этот шарманка, стоит такой физик, преподаватель и крутит шарманку. Во-первых, он прикладывает определенные усилия к этим шарикам, которые там в этом замкнутом объеме начинают хаотически двигаться, он дает энергию им, и поэтому они хаотически двигаются. Причем они находятся в свободном пространстве, а как мы видим, свободного пространства у нас нету. Если вращать ручку, то плоская пружина периодически ударяет по шарикам, приводя их в движение. Шарики, сталкиваясь со стенками сосуда, изменяют направление движения. Моделью броуновской частицы является пластмассовая шайба. Если привести шарики в движение, то сталкиваясь шайбой, они приводят ее в движение. Направление, сила и число ударов по шайбе непредсказуемы, поэтому движение шайбы похоже на хаотическое движение броуновских частиц под воздействием молекул. И вот эта частица, которая должна быть, как я уже сказал, по сравнению с этой 20-30 этажный дом, ну это пускай будет там 10-этажный дом, а эти шарики должны быть соответственно поменьше. То есть, если вот брать, например, вот этот диаметр за номинал частицы, а молекулы уменьшить, то это будет пыль. То есть, жидкая пыль. Фракция такая. И вот получается, что вот бегают вот эти вот шарики, бегают, бегают, летают, хаотически двигаются и толкают вот это вот. Это чудо. Ну, а теперь покажите мне. Вот я беру шар, 20-30 этажный дом и вставляю вот сюда, в эту массу жидкую массу. Ну, и покажите мне, как теперь вот эти вот молекулы будут двигать этот шар. Видите? Нету никакого движения. На самом деле, не тут, не тут молекулы никуда не двигаются и нигде не шевелятся. Все зависит от того, насколько к ним приложена какая-то энергия. Вот здесь до 273 градусов по Кельвину значит, лед. Вот он. Вот уже тает достаточно быстро. и вот до этого предела это лед твердое, жесткое. И какой-то порог, когда она превращается в жидкость при том же абсолютно объеме, то есть, это то же самое, что вот если вот этот шар сейчас запустить в кристаллическую решетку твердую, то есть, в лед. И вот оно там должно обязано биться в конвульсиях. Но нет, оно стоит на месте. И как я вам объяснял в прошлый раз, двигается оно исключительно из-за того, что приложены внешние какие-то усилия физические. Это и температура, да, там рассказывают эти вот всякие разные Эйнштейны и тому подобное, что при нагревании жидкости, да, там начинает это все интенсивнее идти. Ну, конечно, будет интенсивнее идти, но объем не меняется. Если мы жидкость нагреем, например, от 4-5 градусов, не будем трогать 1-4, от 5 градусов до 80-90, ну, там не будем дальше, выше, потому что уже кипит жидкость. Слишком все выдает уже действительность, потому что закипает, начинает там все браздить, вихри и тому подобное. И вот в этих пределах от 5 до 80 градусов, к примеру, по Цельсию, расширение жидкости происходит всего на десятые доли процента, а то и меньше. Смотри, какая еще жидкость и какая она там наполнена у нее. Спирт вот довольно хорошо расширяется, вода плохо, к примеру. В итоге, представьте себе, это даже на глаз не видно. Даже если здесь объем бы поменялся на 1%, мы бы этого практически не увидели. И как это может повлиять на то, чтобы частица двигалась быстрее? Никак. Они все равно плотненько находятся друг возле друга. И что происходит только тогда, когда мы вот так вот делаем, когда мы запускаем эти тепловые процессы, когда вот это все вихри враждебные вьются вот постоянно сверху, снизу, когда идет воздействие. И эта частичка себе туда-сюда перекатывается, переварится, когда идет масса. Они вот такие вот хаотические движения, якобы молекулы. Молекулы находятся на месте. И поэтому вот эти все массы, которые вот физические величины, которые воздействуют на эту жидкость массой, они ее заставляют и завихряться, и подниматься, и опускаться именно объемами, не молекулами, а целыми объемами. И как результат мы имеем какое-то движение вот этой вот интересной частицы. Мы поняли, что такое происходит. Так вот аналогия со статикой. Что происходит, если в этой жидкости потеряется вес? То есть вот сейчас она из-за того находится вот в этом сосуде и ее давит вниз из-за взаимодействия земли и вот этих вот молекул так называемых. А если мы этот вес потеряем ну то есть создадим невесомость. Что при этом произойдет? Вы видели когда-нибудь как проводят опыты на орбите вот на станции международной? сейчас мы это посмотрим. Рулик снятый на космическом корабле МКС я покажу без звука и со своими комментариями. Плоскомозглым сразу советую не писать про павильонные съемки, так как с этим планктоном я даже не буду пытаться вступать в полемику. Сразу бан. Их очередь скоро подойдет. Да-да, вы не ослышались очень скоро я буду их бить ногами. Опыт проведен при той же комнатной температуре, обычном атмосферном давлении и остальных естественных условиях. Разница только в отсутствии веса в условиях невесомости. Как видим, наш космонавт показывает особенности поведения жидкости в этой необычной среде. В результате из-за потери веса жидкости не требуется своим внутренним взаимодействием бороться с притяжением. А все свои силы отдают на сцепление с окружающей физической поверхностью, к которой она может дотянуться. Вот мы тут видим, как он пропитывает одноразовое полотенце жидкостью. Оно очень легко заполняется, наполняется. Лишнее даже пытается отлетать. И что теперь у происходит. Так-то она наглядно впитывается в одноразовое полотенце, а когда космонат его отжимает, то спокойно перетекает на его кисти, удерживаясь на поверхности все тем же свойством адгезии. И конечно, если он усиленно двигает руками, то масса самой жидкости показывает инерцию перемещения. Так как все-таки жидкость это материя, то есть физическое вещество и обладающее текучестью, то стремится растечься по ближайшей поверхности, балансируя усилиями текучести внутреннего взаимодействия и смачиваемости. Конечно, опять же, из-за той же массы и некоторого движения от жидкости отрываются капли или фракции. А главное, обратите внимание, что смачивая поверхность, жидкость стремится повторить контуры этой поверхности. Опять же, когда жидкость не за что зацепиться или поверхность обладает водоотталкивающими свойствами, как показано на этом примере, то жидкость становится идеальным шаром. Если придать ей движение, то снова будет видна деформация из-за инерционности массы. А теперь провокационный вопрос. Как будет вести себя жидкость, если кроме веса у нее исключить и массу? Переходим дальше. Как видите, при отсутствии веса у жидкости ей уже не требуется некая емкость, чтобы никуда не сбежать. Достаточно любой поверхности, чтобы по ней расплыться, как внешне, так и внутренней. Или пропитать материю, если это возможно, то есть если имеются поры или ячейки. Если не за что зацепиться, то обязательно получится шар. Но дело не в поверхностном натяжении, как вам опять толдычат псевдоученые. Дело во внутреннем взаимодействии, которое активируется приложенной внутренней энергией. Это та же энергосила, которая заставляет жидкость становиться шаром. Не забывайте, что в невесомости отсутствует только вес, а все остальные условия комнатная температура, давление, влажность и тому подобное осталось прежним. Так вот, чисто мое предположение, по какой причине кристаллы льда разрушаются, превращаясь в воду. Эти кристаллы, получая заряд энергии в виде тепла или другого действия, находятся вцепления до момента 273 градусов по кельвину, тогда получаемый заряд находится в оптимальном состоянии с молекулой или атомом. Пусть будет условно размер энергии равен размеру молекулы, хотя это не соизмеримые понятия. При некотором пороговом значении энергия переполняется и срабатывает эффект нейтрализации. Словно наливая жидкость мы достигли края и теперь жидкость становится лишней. Насыщенные молекулы разлипаются, хотя остаются в собственной массе жидкости, а так как энергия перенасыщена в этой массе, то своим потенциалом сдерживает ее от разрушения, сохраняя размер, но создает возможность скольжения между молекулами. Именно этот потенциал энергии создает адгезию, который имитирует эффект притяжения и, кстати, тягучесть жидкости. Вот кусок льда не прилипнет к другой поверхности, конечно, если тот будет схожей температуры, так же как и влажность. Совсем другое дело, если коснуться теплым и влажным языком к замерзшему металлу. Наверное, многие подобны баловались с детства. Не забываем, что все происходящее правильно только при определенных условиях. Все эти взаимодействия происходят от наличия энергии и ее потенциала, так как на самом деле у энергии нет никакой полярности, а есть разница потенциалов. Полярность является навязанной ложью, как и основой измерения температуры по Цельсию или Фаренгейту, где грубо вбито условия отрицательных и положительных температур, которых на самом деле не существует, но об этом после. Вернемся к жидкости. При насыщении порога энергии лед становится водой при том же объеме, но от объем заряда энергии увеличивается, а так как происходит постоянное внешнее воздействие на жидкость, то отдельные молекулы перенасыщаются энергией до порога перехода в пар или газ, поэтому жидкость даже при нулевой температуре по Цельсию и даже находясь в состоянии льда все равно испаряется, поэтому для нас естественным является определенная влажность воздуха даже при очень низких температурах и перенасыщенные молекулы совершенно не торопятся соединиться со своими братьями по разуму H2O, находящиеся в окружающем пространстве, и только когда создаются определенные условия, то возникает туман, облака, дождь, грозы и тому подобные явления. Воздушные массы с влажной звесью также заряжают и насыщают атмосферу. В конечном итоге накопленная энергия шумом и взрывом не выпадает в виде дождей града. Кстати, град, то есть куски льда, это не порождение низких температур, это резкая потеря внутренней энергии. Но вам же эти явления совершенно по-другому объясняли. Но теперь живите с этим. А что произойдет с жидкостью с потерей веса и массы мы все-таки поговорим в другой раз. Для тех, кто в глухом танке с заваренными люками, я в очередной раз повторяю и утверждаю, более 100 лет свора так называемых ученых-фальсификаторов преднамеренно создает вокруг нас ложные законы и определения. В течение всего этого времени миллионы инженеров, ученых, преподавателей по физике как зомби демонстрируют одни и те же фальшивые опыты и заставляет нас принимать это искаженное видение мира как материальное. Заговорщики заняли все ключевые позиции в так называемом научном мире, награждая друг друга нереальными титулами и нереальными премиями. Чем виртуознее соврал, тем выше титул. Я никогда не поверю, что огромная армия ученых кавычках не смогли разобраться с такими простейшими процессами, чтобы увидеть истину. Если бы у меня было достаточно времени, то смог бы множество других фальсификаций разложить на такие же элементарные составляющие. И в этом нет ничего сложного, но тем не менее некое стадо прирученных и зомбированных якобы ученых нам день за днем паривают ложное понимание мира. О том, что мир материален и материя первична, хотя на самом деле в прошлых уничтоженных цивилизациях первичной была энергия. И на этой основе строился весь мир. Но пришли паразиты, которые гибридизировали нас, заставляя принимать материю первичной, выворачивая основу наизнанку. А энергия это так, побочное явление. Вот сжигание газа, нефти, дров, угля и остального материального есть основа. Так что коптите небо и не рыпайтесь, а главное платите, платите, платите. И откуда ноги растут в этом вертепе, который зарождался сто-двести лет назад, можно глянуть по этой картинке, например. Как вам святая троица? Вы ведь до сих пор живете по их наследию. Под самым вашим носом вершится зло, а вас отвлекает на неких левых персонажей. Запомните, без энергии материя мертва. Всем пока.